Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. У нас с вами вторая часть обзора на влог. Я сегодня на хозяйстве тушу капусту и жарю пирожки. Значит, Уралочка у нас опять вышла на контроль. Проконтролировать, чтобы нормально картошку посадили. Ну что, говорит, нормальная картошка хоть и проросла. И, значит, говорит Сарафан на Абдугани, ты зачем, говорит, палку взял? Уралочка говорит, эксперименты он хотел показать. Мне так смешно, когда Уралка говорит эксперименты. Мне так хочется сказать, что твои эксперименты, Уралочка, только в туалете. Ну, а Абдугани какие там эксперименты хотел показать? А оказывается, неудачные эксперименты хотел провести Абдугани. вставлять в ящики палку, чтобы потом непонятно, что делать с этими палками и ящиками. Говорит, пойду я делать пирожки. Но стоит дальше контролирует Сафара и приговаривает, что ну давай, давай, якобы молодец, я ж тебя, говорит, научила картошку сажать. Ребят, и тут я упала, слушайте, Уралочка прям научила Сарафана картошку сажать. Прям умелится, угу. Дальше Уралка назвала Сарафана настоящим хозяином, а он ее стебанул. Да, и спросил так, думаешь, ну, он, наверное, не то, чтобы стебанул. Ему хотелось, наверное, услышать от нее, что она еще раз скажет, что он хозяин. Понятное дело, что он хозяин будущего всего этого имения, умение, где бардак и разруха. Уралочка сказала, я не думаю, я точно знаю, что настоящий хозяин. О, как! Все! Теперь прям Сафар нос свой, вернее, не нос, у него клюв. Клюв свой еще выше задерет. Вище! Вище! Он же теперь хозяин дачи. Ну, и вы знаете, когда Уралка стоит и снимает на улице и дает тысячу указаний, у меня аж голова начинает кружиться. Может, тут прорыхлишь, а может, тут сделаешь, а вон клубника открыта. И то, и все. Ужас! Я вот не представляю, да, как ее может мужик терпеть вообще. Я все понимаю, что Сарафану приходится. Приходится ради выгоды. Ну, и ради съемок. Он, наверное, думает, ты тарахтишь, что хочешь. Но, правда, когда тарахтит, он же выполняет все ее указания. Жесть! Уралка, он же у тебя хозяин. Вот пусть все делает, как хочет и как знает. Нечего постоянно командовать. Питак не ушла. Слушайте, пирожки жарит так и стоит и раздает команды. Угу, Сарафан копает, Уралка учит раскидывать картошку. Как будто они вдвоем бы не справились без ее трипологии. Давай, говорит, я покидаю, как снайперам. Давай, Абдугани, давай. И стоит дальше. Они уже практически всю картошку посадили, а она все стоит. И опять она орет, что контроль должен быть. По две кидай, если мелкие. Я не могу, ребят, ужас. Ее скоро, ее же поклонницы, которые, ну, все время смотрят и восхищаются, скоро ее заклюют и сбегут с канала. Если вот каждый день такие видео смотреть, да, где она только командует, сама ничего не делает, и по тысячу заданий раздает, они ее заедят. А дальше Уралочка рассказала, почему Абдугани помогает папе. Потому что она ему обещала премию выписать. И как только услышал про премию, тут же давай, давай, давай. Ясно вам? Просто так ничего никто не делает. Похоже, вы знаете, у всех так. У Сарафана ради выгоды, ради имущества. А у Абдугани ради премии. Сто раз сказала, я пошла. И все никак не свалит. И все дальше указания раздает. Ну и наконец-таки, наконец-таки стоит с этими пирожками, возится. Говорит, могу молчать, могу говорить. Вот лучше бы помолчала. Дальше говорит, что я знаю, что пирожки все умеют делать. Естественно, все, Уралочка, все. Ты Америку нам не открыла. И мы не такие пирожки делаем. Ну, говорит, я думаю, я думаю, что якобы классно смотреть, когда кто-то что-то делает. Ну, а дальше Уралочка обращается к хейтерам. Сосчитайте, говорит, сколько пирожков будет. Где там у нас хейтеры считают пирожки? Ох, Уралочка, как же ты боишься хейтеров. Ты прям дрожишь. Каждый видеоролик смотришь. Потом будешь смотреть. Да, потом будешь смотреть и читать, сколько пирожков. Мне пофигу, сколько там у тебя пирожков. Это тебе, Уралка, должно быть не пофигу, сколько ты сжираешь вредной еды. Ах, я забыла. Жирное и жареное назло хейтерам. И везде у тебя хейтеры, хейтеры и хейтеры. Это же надо быть таким фриком, чтобы кругом окружали не любящие зрители, а одни хейтеры. Ай-яй-яй. Ей даже написали, вам больше нечего сказать, только в каждом ролике хейтеров обсуждать. Конечно, нечего. Конечно, нечего, потому что она зависит от хейтеров. Её аж трясёт, что хейтеры правду о ней пишут. Да, а от нас, обзорщиков, так её, по-моему, аж перекашивает. И опять стоит, слушайте, трепется и эту слюну захлёбывает. Просто дорвоты, ребят. Ну, как можно? Как можно не контролировать слюноотделение? Или она уже при виде просто этого теста уже слюной исходит? Или это с желчью она исходит от злости? Кто её, ребят, знает? На улице, кстати, то же самое. То же самое. Она не сглатывает слюну, а захлёбывается прям ей. Дальше Уралка рассказала, что для Абдугани это просто стимул. Стимул. И она пообещала ему всего лишь 100 рублей. А он, ой-ой, как якобы много. Ну, а чё, говорит, что-нибудь себе купит в школе или детей угостит. Уралка, а что за 100 рублей можно купить и чем можно за 100 рублей угостить? Вот так потом и будет, да, что я помогу, если денег мне отстегнёшь. А ничего, что потом сам будет всё есть с этого огорода. И, значит, Уралка ещё что рассказала, что он якобы нежадный. Если что-то покупает, он якобы делится, да, от души делится. Я не понимаю, чем можно поделиться за 100 рублей, но я думаю, что Уралка тут сбрехала по поводу делиться. А потом сказала, если у него чего-то нет, ножниц, допустим, то ему никто не даёт. О, как! Ничего себе! Вот это выдала ты номер. А знаешь, почему, Уралочка? Потому что над ним смеются в классе все. Да, из-за вас с твоим Альфонсом смеются, потому что выставляете на весь мир на посмешище. И я более чем уверена, что постоянно насмехаются и хихикают. И не только за спиной, а и в глаза тоже. И всё благодаря вот такой вот мачехе, которая дальше стоит и трепет своим языком, что Абдугани ничего никто не даёт. Фу! Ужас! Я не знаю, как можно таким треплом поганым быть. Вот так вот сдала одноклассника. Да. И получается теперь Абдугани ещё и стукач. Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Мачеха сделала Абдугани стукачом. На весь белый свет разболтала о том, что ему не дал кто-то там ножницы. Так ты, Уралка, вставай, раненько. Ты же говоришь, что с тобой там они живут вдвоём. Вставай тогда, раненько. Да, собирай портфель, чтобы ни у кого не нужно было ничего просить. А? Аль слабо. Хотя понятно, какой портфель ты там будешь контролировать. Когда ты их не видишь, а видишь только во время съёмки и когда на даче. Да, или когда поездки. Поэтому для тебя банька так важна. И путешествие в Дагестан тоже. Что уже не два раза в неделю будешь видеть своего любимого. А прям каждый день. Дальше стоит Уралка с тазиком пирогов и уже начинает отмазываться заранее. Что надо будет завести брату или дяде там пирогов, да. И якобы, ну что, всё это они сами не сожрут. А сама же предлагала посчитать, сколько у неё там пирожочков-то получится, сколько сожрут. Так Уралка уже сказала, что нужно будет ещё и кому-то там отдать и поделиться. Бедный таджик, наверное, язык проглотил от злости. Он же жадный. И слышали, что сказала Уралочка? Те пакетики, которые запекали в тандыре, отвезли якобы дяде. А, значит, тот горелый кусок, который закинул Уралке сарафан, а сам повыбирал нормальные куски и сожрал. Оказывается, доедали эти объедки, обдугани, и ещё и Уралочка подъедала. А уже третий пакетик обдугани не достался. Вот так вот отвезли дяде. Ну и, конечно же, кто дегустирует, естественно, естественно, сарафан. У него же лучше всего получается мычать. У обдугани, похоже, так не получается. Что-то удивительное, что пацан даже есть не хочет. Сидит в телефоне, да, втыкает музыку, втыкнул, и сарафан сразу на него глянул. Я прямо испугалась, думаю, как бы оплеуху не зарядил. Я помню, как он его толкнул в машине за музыку. Это же авторские права, куда в видео? А ведь можно спокойно взять кусочек и вырезать. И про соседа, который пилит. Сарафан слышали, что сказал? Вешаться якобы можно. Сарафан, ты чё, чокнутый? Из-за пилы вешаться собрался. Ужас! Вот не контролирует свой рот, не контролирует, что плетёт. Смотрю, даже обдугани таким взглядом посмотрел. Как так? Как так? Ой, и Уралочка заплатила, оказывается, обдугани премию 250 рублей. Это, наверное, за позор, о котором она рассказала на весь мир. За то, что он стал ещё и стукачом, заработал плюс 150 рублей. Ужас! Я не знаю, как можно так вот делать, да? Как можно так относиться к ребёнку? Ну и бестолковая же. То ли она прям, вот знаете, на зло это делает, то ли что. То ли настолько она тупая и не понимает, что она творит, чешет своим языком на весь мир. Я даже не знаю, как объяснить её это поведение. Ну и дальше, значит, уже едут домой, показывают, что в пакетике они завезут дяде пирожки. И ещё в пакетике там черри, а это, говорит, остальное всё домой якобы завезём. Да и Дуне, говорит, купили подарочек, интересно, когда успели. Потом распакуем и покажем. Интересно, а когда это успели, когда на даче были? Ну а дальше, ребят, реклама немаркированная. Реклама поилки для Дуни. Вы думаете, что они покупали бы за деньги эту поилку, да ни за что на свете. Сарафан бы ни за что на свете не согласился купить поилку для Дуни. Они на хорм денег жалеют. Бывает, прикидываются, ой, мы там забыли в тот магазин заехать, поэтому такое купили. Дешманское, скажем так. А здесь поилка, которая недешёвая, да, проще миску поставить и воды налить. И это 100% реклама. Посмотрите, как Уралка говорит. А что, надо включать в розетку? Нет, не надо. Ой, а смотрите, а тут индикатор. Самая настоящая немаркированная реклама. И вот, понимаете, платят штрафы, проходит время и всё равно хитрят. И слышали тут же хитрые отмазки. В комментариях он читал и поэтому решил купить. Да-да, Сафар, да, мы всю твою хитрость уже изучили. Ну, а дальше сарафан вообще с дуба рухнул. Решил вместе с Дуней воды попить. Вот, Уралочка, на двоих им воду наливай. Можно и чай. И на карачки, да, своего Альфонса. И пусть вместе с Дуней хлебает. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.